привет друзья если вы хотели вырастить рододендроны но боялись это сделать я вам расскажу и покажу как это просто делать что у меня есть из свежих семян у меня есть рододендрон кетеубинский этим всем семенам три года это шлиппенбаха фори вечно зеленый сихотинский и даурский но сегодня я посажу наверное шлиппенбаха и посажу еще вот этот кетеубинский семена рододендрона очень-очень мелкие сейчас я покажу они настолько мелкие меньше мака вот для сравнения это шариковая ручка видите насколько они мелкие находятся они в таких коробочках сейчас я покажу насколько просто выращиваются рододендроны если вы смотрите роликов про стерилизацию грунта банок хлорки в белизне и тому подобное я ничего этого не делал считаю что это лишнее даже для эксперимента я буду усаживать вот одна емкость с опилками будет одна емкость с торфом чтобы показать вам что они вырастают на любом субстракте я думаю что можно даже взять песок но мне его нет промыть его от глины чтобы чистенький был песочек и тоже на можно прораскивать торф у меня верховой нейтрализированный такая коробочка я насыпал чуть больше половины торфа а в эту как тут средней фракции первое главное семенам для прорастания нужен свет мы должны посеять поверхностно то есть я беру и вот так просто раскидываю семена по поверхности грунта сколько их здесь получится я не знаю семена старые я вообще не знаю схожесть поэтому нацепим щепотки три вот я их разместил по поверхности опилок ничем больше не присыпаю ну теоретически можно сбрызнуть но не обязательно закрываю крышкой и ставлю на свет под лампой у меня освещение сделано из ламп дневного света сейчас под эти лампы я уберу коробочку следующую коробку баночку я посажу это в бинский у него семена еще меньше это свежие семена этого года находятся они вот в такой коробочке основная масса семян я раскрою так они высыпаются из коробочек нет уходит так же просто по верху раскидываю 3-4 щепотки достаточно вот так они лежат также закрываю крышкой и убираю на свет под лампы если семена нормальные то первые корешки начнут появляться через 7-10 дней сегодня 2 января вот так стоят у меня баночки с посаженными розодендронами на окне под лампами дневного света просто две лампы самодельный светильник на расстоянии где-то сантиметров 20 стоят мои баночки семена начали прорастать через неделю сейчас у них уже массово на десятый день у них массово появились корешки и нужно сделать подсыпку грунта чем я сейчас займусь вот наши две баночки начнем с опилок будем искать проросшие семена я надеюсь что их будет видно вот корешок торчит из семечка так еще вот корешок вот корешок торчит вот и вот это старые семена им три года они начали прорастать одновременно со свежими семенами получается семена рододендрона долго сохраняет свою схожесть что на что я делаю на этом этапе я беру вот такой сито насыпаю у него горсть торфа и теперь сверху присыпаю посеянные семена слой какой получится но не толстый торф разумеется сухой он возьмет влагу от опилок что я этим добиваюсь я не даю высохнуть корешкам некоторые ждут когда они станут побольше потом с ложечкой ползают между ними присыпают аккуратненько как-то я считаю что присыпать присыпать надо на этом этапе сухим торфом после этого опять закрываю крышкой и жду дружные всходы то же самое я сейчас делаю и с теми семенами которые были посеяны торф эти семена посвежее здесь больше проросло как можно видеть белых корешков намного больше я их также присыпаю торфом вы помните что для прорастания семян нужен свет а вот для всходов семена уже проросли и поэтому свет им больше не нужен вот так я присыпал закрываю крышкой через несколько дней я не поливаю влага возьмет верхний слой возьмет влагу из нижнего слоя и ставлю на то же самое место где они стояли это другая партия посеянных семян рододендрона которую я присыпал 10 дней назад вот так теперь она выглядит вот такие красивые растения уже через 10 дней так же будут выглядеть и те которые присыпал только что но рододендроны растут очень медленно эти у меня уже открыты стоят корешок у них присыпан им бояться нечего но на ночь я их пока убираю в пантиленовый пакет а днем они стоят открытые теперь я их буду постепенно выращивать до состояния пикировки через сколько дней будет пикировка я не могу сказать каждый из рододендронов растет по разному похоже этот растет но очень медленно тоже этим уже 10 дней после того как я им присыпал некоторые еще только сходят вот некоторые зашли пораньше но настоящего листа еще пока ни у кого не появилось пикировать я их буду когда у них появится не знаю там 3-4 листа а сейчас только полив по мере необходимости подсветка и терпение на этом первая часть о том как прорастить рододендроны закончена следующие этапы выращивания и пикировку я буду показывать уже когда наступит время спасибо всем кто смотрел подписывайтесь на канал впереди вас ждет еще много интересного а мы он вот 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 вот